привет тем кто зашел к нам на канал и сегодня я буду шить две подушки внутри синтепоном подушки похожи на декоративные но эти подушки нам нужны будут для чего я хочу их шить на балкон на стулья стулья пластиковые поэтому хочется как бы что-то подстелить но и не просто подстелить чтобы что-то было помягче подушки как я уже сказала будут внутри с синтепоном здесь я вот уже подготовила из чего я буду шить у меня вот такие кусочки решила вот меня тут было несколько кусков вот таких вот таким рисунком принтом вот обрезки то что вот кусочки ничего страшного все это закрепиться я еще стежку предполагаю небольшую сделать чтобы это был крупную стежку ну просто чтобы это все закрепилось вот поэтому я решила вот из этих кусков шить будут вот примерно вот такого размера примерно 42 на 42 может немножечко поменьше и я вот уже подготовила вот такие две заготовки здесь у меня синтепон я уже его утюгом прижарила чтобы он меньше двигался ну и был более по плотнее и так как я хочу еще сделать крупную стежку на эту сторону я проложу вот этот одноразовая просто не у меня специально я покупала просто для того чтобы машинка хорошо по машинке хорошо скользила потому что диплом не очень не то что не он не скользит а вот эти вот как бы волоски они могут цепляться там за зубчики ну и чтоб она все не тянулась так и теперь для чего я вот это вот сделала для того чтобы как я рассказала немножко простегаю просто крупными может мозги может еще что-то рубляшки какие-то чтобы это все скрепить и для того чтобы материал тоненький чтобы он сам как бы не ездил я именно захотела вот тоненького мне есть грубый материал с которого можно было сшить ну как-то так не хочется грубая на подушке подкладывать потом сидеть на этом грубом что-то еще на него делить поэтому вот я решила из такого вот мягкого сити цель что-то я не знаю даже что это за ткань откуда у меня были так а внутри у меня будет значит сейчас это уберу чтоб не мешало внутри я хочу вот утилизировать вот такая подушка обычная подушки 70 на 50 которые мы покупали но они вот за несколько лет как бы пришли негодность наверное потому что синтепон не очень хорошего качества я так предполагаю или в общем то спать на ней как бы сами видите не очень удобно не очень хорошо выбросить естественно все это жалко вот я решила это все применить в подушке на сиденье естественно вот это вот я прежде чем набивать уже готовую наволочку я это все хочу немножко вот как бы разбить руками чуть-чуть сожалению таких вот чесок у меня нет покупать я не хочу даже искать не знаю где их здесь а так немножко вот руками все это разобьем раздеру и так как подушки я еще хочу в четырех местах с обоих сторон стянуть как бы вот синтепон этот если и будет мигрировать ну не очень скажем так чуть не сильно как бы немножко закрепить ограничить ему поле миграции вот и как бы поэтому я вот сюда проложила наизнанку вот этот синтепон тоненький по моему это сотка у меня и вот плюс одноразовая просто не будет это все защищать чтобы внутренний синтепон не мигрировал через ткань наружу вот как бы это будет такое двойное двух зайцев убью и постигаю все это скреплю вот это сэндвич ну и его защита от внутреннего синтепона так ну что я подготовила весь этот сэндвич всю эту заготовку вот вырезала приколола эту одноразовую простынь наколола сколола все булавками и теперь стягаю скорее всего наверное крупными мозгами мозги вот несмотря на свою простоту как бы но их тоже надо как бы приноровиться ровно как бы правильно стягать чтоб не было разных там длинных загогулина хотя бы более-менее какой-то был отчетливый рисунок поэтому иногда не помешает тренировка и мозги вот что шью мозги стягаю вернее мозги кому интересно можете понаблюдать а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 все это проделать. Процесс разбирания синтепона набить и закончить. Это я уже показывать не буду. Она, собственно говоря, будет такая же точно. Вот в итоге, что у меня получилось. Вот такая подушка. В четырех местах я ее стянула, чтобы она не была дутой. Ну и чтобы синтепон может быть меньше будет мигрировать. В общем-то, получилось у меня то, что я хотела. Ну, естественно, без минусов опять же не обошлось. Ну, минусы не критичные. Как бы, ну, в будущем можно их учесть. Ну, и может для кого-то они тоже будут важны. Что именно? Вот видите, нижняя наволочка, нижний верх подушки, он визуально шире. Я не учла, что когда набьется подушка синтепоном, вот эти края уйдут как бы она станет уже, расширится и станет уже. Вот это я не учла. Плюс вот это вот стягивание, так же немножечко ее как бы уменьшает. Не на много, но все-таки уменьшает. Значит, при следующем пошиве или может кто-то будет шить, нужно учитывать, что вот эти вот сантиметры, они заберутся. Значит, нужно с обоих сторон, сверху и снизу приплюсовывать, думаю, сантиметра по два. К той величине плюс припуски, какие уйдут в швы. Значит, это уже как минимум по три сантиметра от того размера, который вы хотите получить. Так что вот такой вот небольшой минус, как бы, но он не критичен. Вроде садишься почти, расплющивается, становится почти такого же размера, как бы по размеру нам на стуле это подойдет. Вот такая вот подушечка у меня получилась, так и вторая будет такая же точно, только другая стежка. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Всем пока-пока!